Банда! Всем салют! Егор, канал Белуга Фиш. Ну чё, уже выгнители? Сегодня мы смотрим такую царскую рыбу под названием севрюга. Почему царская? Потому что во времена цари всегда на столах лежала именно эта рыба. Потому что она такая длинная, по 2 метра, по 2,5 метра. И вот как раз таки на стол клали именно её из-за сестровых. Поэтому она издавна считается царской рыбкой. Посмотрите какая грациозная рыба, посмотрите как она плавает. Красивая, статная, нос такой длинный. Да, Петруха? Конечно. Привет. А ещё очень вкусная. Всем привет. Подписывайтесь на канал. А ещё очень вкусно. На самом деле из-за сетровых вот моя любимая это вот севрюга. Потом на втором месяце идёт белуга. Вот именно по структуре мяса, по вкусу мяса. Поэтому сегодня начинаем работать с севрюгой. Что мы делаем? Сейчас мы проверили. Балберу натянули опять же. Посмотрели садок, прошли до наличия дырок. Дырок нету. Сейчас будем штук 10 взвесим. Поймём средний вес. После среднего веса будем считать количество. И сравнивать, что у нас было по осенней бонетировке. Делать выводы. Либо опять же, ну чтобы коэффициент кормления указывать. Увеличение корма. Ну и понимание вообще общей биомассы этого садка. Поэтому мы начинаем... С чего начинаем петь? Давай штучек 5 на весы сразу. Ну для того, чтобы на весы необходимо их обнулить. Рыбке всего второй год. Севрюга так быстро не растёт. Поэтому она не такая большая. Давай кидай. Кило 200. Ну зато он польщик и ловно уже. Точнее рыбке не второй год. Вру. Рыбке 2 года ровно. Давайте ребят. Держи аккуратно. Там всё подряд. Маленькая-маленькая. Не вылавливайте большую. Мне надо средний вес понять. Мне нужно всё подряд. Давайте-давайте. Северюгу долго держать так нельзя. Ты крупную саму ловил? Мне нужно мелкие. Ну поднимал. Так, давай. Кидай взвешиваем. Сколько? 5,20. Убирай. 5 килограмм 200 грамм. Ну короче одна чуть больше килограмма. Всё, хватит. Остальное делаем по подсчёту. Средний вес примерно, она грубо говоря, килограмм. Кило 0,5. Я в тетрадку пока запишу, а вы не переключайтесь. Кто на канал не подписан, подключись и досмотри этот выпуск до конца. И будет вам радость и счастье. 10 громко говорите мне. 10? Один раз было 10? Да. А то говорят про себя и хрен поймите. Записал. Как сейчас? Мы в прошлом году проверяли, там в одном садке было 780, а в этом году проверяем уже 800. Откуда тут штука добавилась? Понимаю, в прошлом году кто-то не ляпнул. Вот так и работаем. Она чистила картошку, он её жарил. Видите, да какая? Ну согласитесь, интересная рыба. Напишите в комментарии, красивая. Какие за сетровых у вас самые любимые? 10? 10? 10? 10? А здесь маха плавает. Вот представьте, да, в какой позе приходится работать. И вот так вот представьте целый день. Поэтому труд адский. Смотрите до конца и не выключайтесь. Короче говоря, вон 500 штук уже перебрали. Ребята курят. Я вам просто хочу поближе подснять. А гляньте какая. Федя, а ну-ка достань мне одну. Давай. Сюда я поближе. Что за красотка? Что за красотка? Грациозная. Посмотрите какая. Посмотрите, что за шипы. Что за морда? Что за нос знатный, статный, грузинский. А еще удобнее за него держать. Да. За нос, да. Северюгу удобно держать. Посмотрите, как грациозная. Действительно красивая рыбка. А вот обратите внимание, знаете что? Вот видите, натянутый садок, дель натянутая. И вот посмотрите, вот натянутая дель на садке. И там натянутая дель. Вот в этих именно садках у нас сидит северюга. Здесь тоже было натянута. Видите, палки стоят. Она, короче, я ее циркачкой называю. Она такие пируэты, силуэты делает. Собственно говоря, почему мы ее натягнули. Потому что она очень высоко прыгает. И очень много рыбы уходит в озеро. То есть она перепрыгивает садок. Вот этот смело, грубо говоря, там метр от воды. Она его элементарно перепрыгивает. Поэтому мы еще полметра натягиваем. Грубо говоря, у нас над водой высота получается полтора метра. Для того, чтобы она не перепрыгивала. Потому что в наших условиях и в наших реалиях это было часто. Как-то в один момент стали замечать, что просто почему-то куда-то считаем. Северюги мало, северюги мало, северюги мало. А потом кто-то из ребят увидел, что она прыгает. Потом внимательно присмотрелись и по камерам посмотрели. Действительно прыгает очень сильно и очень высоко. И вот сейчас даже с вами разговариваю. Вот отсюда сейчас пируэт такой сделала. Метра, наверное, полтора. Ну, хорошо, что в середине садка. Поэтому такие дела. Работаем. И тоже обратите внимание, много дикой рыбы. Мелкой. Одна северюшка, конечно, отходит. Вон у нее язвочки идут. Надо ее достать, она сейчас умрет уже. Ну, бывает и такое, ребят. Без этого никуда. Есть доходяги, есть инвалиды. Косые, хромые. И он плывет. Кто выпуск не смотрел, у меня выпуск. В прошлом году мы монетировку делали для северюг. Назывался чудовище, красавица и чудовище у северюг. И вот там горбатый был. Мы тогда посмеялись. Покурили, ребзики? Ну все, давайте продолжать. Поэтому, ребят, мы продолжаем. А вы смотрите. Так, где моя тетрадка? Где мои записи? А я отхожу, убегаю. А вы продолжаете. Видите, каким трудом. И вот в такой позе целый день. Не спешите, не спешите, пацаны. Аккуратно. Мы никуда не гоним. Устали, передохните. Десять, десять. Вот так видите, да? Как приходится работать. Сейчас, секунду. Вот оказался ролик. Глянь, какой толстенький. Ролика надо отправить к роликам. Десять, мага? Покажи ролика. Все вместе. Покажи, стой. Посмотрите, какой маленький каратыш, но зато пузатый. Зачесался между севрюгами. И по нему видно, что он неплохо питается. Вот так и работаем, друзья. Ну что, садок с длинноносной красоткой с севрюгой мы проверили. Посмотрели, подбили, посчитали. Дальше сейчас будем работать со стерлядью. У нас есть стерлядь, отстающая. То есть мы сортировали и этот вот отстающая в росте. Мы ее кидали сюда. Здесь ее немного. Здесь порядки, наверное, 300 штук должно быть. По сравнению с осенней бонетировкой, конечно. Поэтому сейчас мы тоже. Все, как и везде. Ребята натянули, подняли груза. Груза по краям, груза посерединам. Подняли. И теперь под этими грузами протягивается балбера и смещается вся рыба. в одно место, где условно ребята будут с ней работать. Ну, она на стрелятке видна. Ну, вам сейчас плохо видна. Сейчас она еще внизу. Сейчас с балбера подтянется. И прям хорошенечко будет ее вам видно. Здесь у нас подрастающее ремонтно-маточное стадо буквально через год начнет. Это наша севрюга 2016 года. Вот ей уже 5-6 лет уже, грубо говоря. То есть, вот-вот она уже начнет первый раз нам давать игру. Это именно будущий ремонтно-маточное стадо, где будем мы продолжать, во-первых, популяцию данного вида. Как и в этом году мы с нашего ремонтно-маточного стада сделали, получили примерно на 140 тысяч малька. Вот сейчас, пока он на декапсулированных яйцах Артемия сидит, сейчас будем добавлять корм. 140 тысяч севрюги. Попрошу заметить. Поэтому севрюгу мы будем пополнять. Я думаю, да и в зарыблении рыбалки будет это интересно, потому что не знаю я ни одну платную рыбалку, где вводится данный вид осетровых, таких как севрюга. Росрыболовство заключает контракты на восполнение в основном идет эстерлядка везде. В этом году как бы собираются сделать программу русского седра, возрождение русского седра. У нас мы в этом году тоже получили достаточное количество. Я думаю, возможно, мы в какие-то программы попадем. Но и за севрюгу мы не забываем. Мясо, если кто не пробовал, очень вкусное. Вон вдалеке Владимирич, обратите внимание, пошел рыбку кормить. Это он кормит малька, которого мы 15 декабря получили. То есть, сейчас у нас малек, который был получен в конце года, мы перешли на трехразовое питание в день. Раньше кормили каждые 3-4 часа. А вот севрюга, который малек, который с личинки, у пробка вышла, те, которые в УЗВ сидят, там мы кормим, конечно же, каждые 2 часа. Сутки 2 часа, каждые 2 часа. То есть, постоянный контроль, поэтому вы иногда видите на моих роликах, у Домельского нету. Он в основном сейчас у нас в ночь. Поэтому я его так мало снимаю. Ну, пока ребята натягивают, вы ждете. Сейчас подтянут, я сниму. Тут небольшое количество, но все же. Не успел сперятку заснять, сейчас только взвешивал. Короче, средний навес полтора килограмма. Но я же повторю, здесь она отсталая такая у нас. Начинаем, короче, мужа подсчет. О, гляньте, какая хорошенькая. Это за двушечку идет. Но есть такая, которая, конечно, и грамм 900, 800. Петруха достает, показывает. Ну, есть и мелкая прям. О, видите, сейчас, наверное, грамм 600. Первый раз, 10? 10, классно, когда погода позволяет работать. Ведено у нас сегодня, но ничего. Зато тепло. Записываем. По много не даю считать, знаете, там по 30, по 50, потому что сбиваются, и поэтому делаю всегда по 10, чтобы они не сбивались. и лучше я лишний раз эту десятку поставлю в журнале. Вот так вот раком и приходится работать. Боком и прискоком. Но вы меня поняли. Летит. Пообосрали мне все садки. Посмотрите, все садки обосрали, все садки обосрали, особенно дальние. Гады, блин. Но мы работаем. посмотрите какая стрелять капитанище килограмм под 5 короче со стрелять к заканчиваем работать посмотрите дикая рыба сколько заплывает садки во первых поэтому как то так сегодня 30к сделали на этом сегодня все для вас мы будем дальше продолжать но так как садится батарея поэтому команда белуга фиш говорит вам всем пока желает всем бобра и всем добра пока